Пасха Здравствуйте, уважаемые зрители! С праздником Пасхи! Владыка, Христос, Воскресе! Вы истинное воскресе! – Пасха – это великий православный праздник, самый яркий, самый торжественный, самый радостный. Вот, Владыка, что такое пасхальная радость? Чему мы радуемся? – Радость о Христе Воскресшем. Собственно говоря, праздников – праздник и торжество торжеств. Так называет сама церковь этот день. Это исполнение человеческой истории. Это победа над первородным грехом. Это победа над смертью. И залог нашего воскресения. Вот что такое Пасха. – А можно ли ответить на вопрос, как можно убедиться в достоверности воскресения Христа из мертвых? Помните, что сам Господь сказал апостолу Фоме, когда он сказал, пока не вложу руки свои в язвы, пальцы, перцы свои в язвы гроздиные, не буду веры, не будет у меня веры, не ему веры. Вот мне славянский язык близок, я на ходу перевожу, и плохо получается. И когда уже Фома пришел в следующий раз, Господь явился ученикам, и сказал Фоме, принеси перцы свои, и вложи в ребра моя, и не буди неверен, но верен. И Фома воскликнул, Господь мой и Бог мой, а Христос ему сказал, яка видев мя верова, блаженни невидевшие и веровавшие. То есть, обращаясь к нам, если ты, увидев меня, только уверовал, то блаженна те, кто не видел, но веровал. Как воскресение Христово, об этом говорит вся церковная история, об этом говорят современники, об этом говорят апостолы, об этом говорит Евангелие. Если мы верим Евангелию, едем, апостолы, едем в то, что Христос – это Сын Божий, Спаситель мира, Мессия, то мы верим в воскресение Христово. Но мы не были свидетелями этого события, да, действительно. – Наверное, некоторые пасхальные песнопения знают даже люди далекие от церкви. Например, пасхальный тропарь, да, «Христос воскресе из мертвых, смертью смерти поправ». Что еще читают и поют в церкви на Пасху? – Ой, огромное количество песнопений, и, кстати, читают мало, в основном все поют. Пасхальное богослужение отличается тем, что, вот если Великий пост, там почти все читается, долго, устанешь пока, даже сидя слушать, то на Пасху все поет, играет веселыми ногами, как в каноне написано Пасхой, да, Пасху празднуем веселыми ногами, что это значит, да. И очень много песнопений пасхальных, они особые совершенно, это и канон Пасхи, который в эти дни поется постоянно, это и тоже Христос воскресе, многократно воспеваемое. Вот, это радость и ликование. Вот что такое Пасха, пасхальное богословение. Основное песнопение, которое мы поем на Пасху, это пасхальный тропарь. «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровав». То есть, Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ. Ну, понятно, что поправ. Своей собственной смертью он разрушил смерть как явление. И сущим во гробе живот даровав, тем, кто находится во гробах, он даровал жизнь, жизнь вечную имеется в виду. Вот, собственно говоря, в этом некратком песнопении смысл пасхального торжества. Спасибо. Что означают слова пасхального канона «Ты же чистая, красуйся, Богородицы, о восстании Рождества Твоего»? Ну, очень просто. «Чисто» – это обращение к Божьей Матери. «Красуйся», то есть «радуйся», «ликуй» о воскресении того, кого ты родила. Рождество Твое – это тот, кого ты родила. И его Матерь Божья призывается к радости, ликованию. Ну, как бы весь пасхальный канон и все пасхальное богослужение – это ликование, к которому приглашаются все присутствующие. И вообще весь мир, вся Вселенная, вся сотворенная тварь Богом. Вот такое космическое измерение, оно вообще характерно для церкви, для богослужения, а в пасхальном, наверное, оно как никогда проявляется широко. Почему следующая неделя после Пасхи называется «Светлой» и как ее надо провести? – Провести ее надо очень хорошо, внимательно, в радости, в ликовании. Все время нужно помнить о том событии, которое произошло, о Пасхе. Вообще-то память о Пасхе должна быть всегда у человека. Мы ведь неправильно думать, что церковь… Вот сегодня мы думаем о Рождестве, завтра мы думаем о покаянии, потом мы думаем о воскресении, потом мы рассуждаем над Святой Троицей. Нет, это все должно составлять жизнь верующего человека. А тут некие акценты такие, которые мы расставляем. Поэтому, конечно, Светлая Седмица – это Пасха, продолжающийся один большой день пасхальный. Вот мы, если угодно, в литургические, от воскресенья до субботы вечера, это один большой такой день пасхальный. И в то же время полностью круг богослужебный гласовый проходит. Если мы обычно каждый глаз богослужебный совершаем целую неделю. Неделю первый глаз, неделю второй глаз, неделю третий глаз. А на Светлой Седмице понедельник первый, вторник второй, среду третий и так далее. То есть мы как бы уплотняем, вмещаем целое время в эти пасхальные дни. И это время, когда, конечно, тоже нужно по возможности быть в церкви, если есть такая возможность у человека. И ликовать, радоваться и причащаться. Причащаться можно хоть каждый день. Без большой подготовки вместо всяких канонов и прочего читается только пасхальный канон. И все. Читается, а если есть возможность, поется. Кто умеет петь, может петь его. Вы уже сказали, что Пасха продолжается после пасхального дня. А вообще сколько по времени длится праздник Пасхи? 40 дней. И самое большое попразднство среди всех праздников, обычно у всех больших праздников, есть видео, так называемое, попразднство. Когда мы не забываем этот праздник. И в наших богослужениях остаются от него какие-то песнопения, какое-то упоминание о нем. У Пасхи попразднство 40 дней. Почти как Великий пост. До Вознесения Господня мы отмечаем праздник Пасхи. Это такая особенность. – Продлеваем пасхальную радость. – Да. – Есть множество произведений, классиков, которые как раз передают пасхальную радость. А вот какое произведение вы бы посоветовали прочитать? – Ну, наверное, я бы посоветовал прочитать Шмелева в «Лето Господне». Там очень мило, красиво, очень хорошо и, в общем-то, правильно описывается. Вот это время подготовки к Пасхе, ожидания Пасхи, сама Пасха. И я бы посоветовал еще одно небольшое произведение Солженицына. Называется «Пасхальный крестный ход». Найдите в интернете, оно маленькое совсем. «Пасхальный крестный ход» Солженицына. Он описывает крестный ход на Пасху в храме в Переделкино, рядом с Патриаршей резиденцией. Очень поучительное чтение. Я всем рекомендую обязательно это почитать. – Спасибо. – Кстати, есть еще издание, по-моему, издание «Станикея». «Пасхальные рассказы русских писателей». – Там собраны интересные вещи такие. «Пасхальные рассказы русских писателей». Вот тоже можно это почитать. – Правда ли, что любой человек на пасхальной неделе может позвонить в церковные колоколы? – Совершенно правильно. Может. – Кому надо обратиться? – Обычно у нас в этот день кто-то дежурит. Конечно, мы стараемся, чтобы обязательно кто-то поднялся, звонарь или дежурный какой-то. Потому что тоже это же колоколы. – Бум-бум. – Разбить можно колокол. Если так сказать, с усердием, но без рассуждений этим заняться. Поэтому можно позвонить всем. И обычно приходят люди, звонят. – На Пасху традиция посещения могил у нас глубоко соблюдается. И даже рейсы общественного транспорта дополнительные организуют. Но когда все-таки по христианской традиции можно посещать? – По христианской традиции, по православной традиции. Дело в том, что в пасхальный период нет заупокойных молитвословий. За одним исключением. Если покойник, умер человек, тогда, конечно, хоть на Пасху хороним. А богослужебных последований заупокойных нет. Они отменяются на Пасху. Простая причина. Чтобы радость о воскресении Христовом не смешивалась с заупокойными печальными песнопениями. А первое поминовение такое общецерковное на Пасху – на девятый день после Пасхи, на Радоницу. Это вторник второй недели после Пасхи. Вот тогда их надо ходить в храмы. Вы знаете, мы все-таки давно уже говорим на эту тему, говорим об этом. И говорим достаточно много. И где-то уже потихонечку меняется это сознание. И вот, скажем, я знаю ряд епархий, ряд областей наших, в том числе и соседние наши области, где Радоницу сделали выходным днем. Вот это правильно. И на Радоницу как раз все едут на кладбище. Да, конечно, какая-то часть, она и говори, не говори, они сюда на Пасху туда поедут. Это как с записками и всякими бабками. Они никого слушать не хотят, ни церковь, никого. Они знают, вот моя бабушка ходила на Пасху, на кладбище, и я пойду на кладбище на Пасху. И все, больше ничего. Но основная масса все-таки потихонечку, потихонечку, вот это как-то переворачивается в нужном направлении, в нужное русло. Я думаю, что надо к этому стремиться. И это хорошо бы, если у нас такое было бы тоже принято. Да. Владыка, что бы Вы пожелали в дни Светлой Пасхи нашим зрителям? Христос Воскресе. Это и пожелание, и приветствие, и поздравление. Дай Бог нам всегда хранить в сердце эту пасхальную радость. Спасибо, Владыка. До свидания. До свидания, уважаемые зрители. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова